Всем привет! В мире встречается много котов-мутантов с огромными глазами, двумя хвостами, с необычным окрасом и дополнительными конечностями. Мистический облик таких котов вселяет страх и восхищение. Кошка по кличке Малышка стала самой неожиданной звездой Фейсбука. Сам владелец называет своего питомца одним из самых удивительных животных на планете. Сама кошка выглядит довольно оригинально. Толстые и короткие ноги, большие выпученные глаза, во рту не достают зубов, из-за чего кончик языка всё время высунут наружу. Малышка родилась с несколькими генетическими мутациями и теперь на всю жизнь останется такой. Владелец кошки никак себя не афиширует, лишь известно, что это темноволосый мужчина средних лет, но и то, что он любит свою необычную кошку. А у этой кошки от рождения нет передних лапок, но это не мешает ей быть игривой и весёлой кошкой. Хозяин забрал её из приюта в конце 2014 года. По его словам, она моментально адаптировалась и смогла довольно быстро передвигаться по дому самостоятельно. А когда нужно ускориться, она начинает прыгать на задних лапках, как кенгуру или кролик. Она обожает покушать, поспать, вытянув задние лапки, любит играть с игрушками, выпрашивать вкусности, следить за птичками из окна и рыбками в аквариуме. И несмотря на свою болезнь, она ведёт вполне полноценную жизнь. Эту кошку зовут Венера, и у неё есть даже собственный аккаунт в Инстаграме. Она стала мировой знаменитостью благодаря своей внешней особенности. Венера завоевала признание пользователей социальной сети Фейсбука, где её страничка за несколько недель получила более 30 тысяч лайков. Несколько видеороликов с двуликой кошкой появились и в Ютубе, и их уже посмотрели более 700 тысяч раз. Многие из нас считают кошек инопланетными существами, но одна канадская кошечка, возможно, подтверждает эти подозрения. Когда вы смотрите на фото Матильды, вы можете забыть, что она кошка и предположить, что она инопланетный пришелец. И вы не одиноки. Эта кошка-инопланетянка с большими глазами собрала в Инстаграме более 60 тысяч последователей. Матильда родилась в кошачьем приюте. В маленьком городке ей была взята в семью в 12-недельном возрасте. Тогда она ещё была самым обычным милым котёнком. Когда её принесли от ветеринара с воротником на голове, она ничуть не испугалась огромной собаки. И сразу же показала всем, кто здесь босс. Это невероятно злой на вид кот-вампир. Казалось бы, никого не подпускает к себе. А если и подпускает, то только с целью убить или высосать кровь. Его кровожадный взгляд и острые клыки наводят ужас на всех, кто видит этого кота впервые. Они не подозревают, что устрашающий вид этого зверя скрывает милейшую и добрышую душу ласкового котейки. Этого милого и немного устрашающего кота зовут Локи. У него необычный разрез глаз, который добавляет угрозы взгляду. Ну и торчащие клыки, намекающие на кровожадность кота. На самом же деле, добрее кота не сыскать. В китайском городе живет крылатый кот. По словам его хозяйки, у ее любимца просто в один прекрасный день на спине появились две припухлости. За месяц они выросли в небольшие крылья в 10 сантиметров. Причем крылья эти состоят из костей. Ну и делают животное, по словам его хозяйки, похожим на ангела. Кот Монти родился без носовой кости из-за хромосомной мутации. Позже он оказался в приюте. Его очаровательная мордочка и покладистый характер не оставили семью из Копенгагена равнодушной. Поэтому в три года Монти обрел любящую семью. Конечно, у кота есть определенные проблемы с дыханием, он часто чихает. Но даже в приюте Монти был очень спокойным, никогда не дрался с котами. Фантастические кошки с четырьмя ушами упоминаются в различных источниках уже более 70 лет. Самый известный представитель инопланетного вида – это кот Йода. Это редкий случай врожденной аномалии. Во всем остальном Йода вполне здоровый кот. Он настолько популярен, что их владельцы собрали внушительную коллекцию газет и журналов с публикациями о их любимце. До сих пор непонятно, следует ли считать Фрэнка и Луи двумя котами или же всё-таки одним. На двоих у них три глаза, два рта, два носа и два уха. А усы растут, кажется, где придётся. Они не единственные в истории коты, пострадавшие от синдрома Януса. При этом из двух кошачьих ртов работает всего один. А третий центральный глаз ничего не видит. Состояние здоровья Фрэнка и Луи не назовёшь хорошим. И это действительно чудо, что животному удалось дожить до взрослого возраста. Кенни появился на свет 3 февраля 1999 года. Он умственно отсталый и физически недоразвитый. Клыки у него неправильной формы. А из-за глубокой посадки носа ему трудно дышать и полностью закрывать пасть. А из-за аномального строения костей предплечья он сильно хромает. Лапа неестественно повёрнута и часто болит. Ну что ж, на этом всё. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным. И не забудь поделиться им с друзьями. Они тоже должны об этом узнать. Пиши комментарии и попадай в новый выпуск. А если ты ещё не наш подписчик, то скорее подписывайся и смотри другие классные видео на нашем канале. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok